Берлинская арена была известна своими рок-концертами и техновечеринками. Теперь здесь планируется разместить один из шести городских центров вакцинации. Пока смотреть особо не на что, но к середине декабря всё должно быть готово. Менеджер проекта уверен, что объект будет сдан в срок. «Мы рассчитали время процесса. Мы даём четыре минуты на то, чтобы каждый человек вошёл, снял пальто, сел и закатал рукава рубашки. Затем приходит команда вакцинации. Они дезинфицируют, делают инъекцию и заклеивают место прокола лейкопластырем. Последний шаг — заполнение прививочного паспорта». А здесь за людьми после прививки будут наблюдать врачи и медсёстры. Пациент ничего не платит, его медицинская страховка покрывает расходы. Сначала будут привиты пожилые люди, потом медперсонал, потом все остальные. Сейчас по всей Германии строится более трёхсот таких центров вакцинации. Правительство надеется, что эта система упростит логистику и позволит в кратчайшие сроки вакцинировать миллионы людей. Но при этом люди не смогут сделать прививку у своего терапевта, по крайней мере, до весны. Им придётся идти в центр вакцинации. «Думаю, нам придётся ждать несколько часов в этом центре. Там будут тысячи людей. Мне всё равно, где делать прививку — у терапевта или в центре вакцинации». «Я бы лучше обратился к своему терапевту, потому что он знает о моей истории болезни и примет во внимание риски». Доктор Сибила Катценштайн согласна с этим мнением. Она была одним из первых берлинских терапевтов, лечивших пациентов с COVID-19. Вакцинация людей — часть её рабочей рутины. Доктор считает, что прививки от COVID-19 нужно разрешить делать во врачебных практиках. «Вакцинация — это вопрос доверия. Важно знать пациента, потому что каждый пациент по-разному реагирует на риски. Думаю, что врач общей практики лучше всего подходит, чтобы проконсультировать каждого пациента при принятии решения о вакцинации против коронавируса». Она считает, что она и другие терапевты в Германии могли бы справиться с компанией вакцинации самостоятельно. «На мой взгляд, в центрах вакцинации не было такой уж большой необходимости. Если Франция может проводить вакцинацию населения только с помощью терапевтов, то почему Германия не может?» Германия решила в пользу центров вакцинации. Сибила Катценштайн выступает за личную консультацию врача. Два пути, но одна цель — вакцинировать как можно больше людей и как можно быстрее.